Я вот сейчас, когда съездил в Salt Lake City и порылся по шкафу моему, где у меня очень много одежды лежало, я нашел такие тиширты, которые я давно не носил. И это мне дало интересную тему для быстрого влога сегодняшнего. Вам тиширты нравятся? Я обожаю тиширты. Почему? Потому что это как-то оставляет воспоминания момента. Да? Вот, например, в Нью-Йорк. Да, это мне недавно привезли. У меня еще было тонну нью-йоркских тиширтов, которые выцвели. Просто я был в Нью-Йорке, покупал. Если кто помнит, еще в свое время можно было в Нью-Йорке купить за 10 долларов три тиширта. Get your kicks on the route 66. Интересное место, между прочим. Нужно обязательно проехаться. Это когда здесь все дела окончим. Часть пути, хочешь не хочешь, можно проехать через пруть 66 до Невады. Оттуда на YouTube наверх. Вот это вот интересное тиширт. Я сам в Дании никогда не был. И не в Голландии. Это мне мама привезла. Но что интересно, мне просто это вспомнило одну вещь, которая случилась со мной много лет назад. По совпадению внешности. Я вот сейчас иногда, сейчас не буду вдаваться в подробности, но я вот даже вот иногда хожу здесь в магазин. И одеты в тиширте, меня спрашивают, а вот вы насколько здесь в издании? Я говорю, Денмарк. Я говорю, нет. Но все же ясно, что я, видно, немножко похож. Даже у меня семья говорит, что у меня балтийская физиономия. У меня нет тиширтов, которые связаны типа как вот с Россией. У меня они все остались в Salt Lake City. Если делать блог, можно делать блог, например, о Владимире Владимировиче. Что вы думаете о нем и так далее и тому подобное. Но нужно типа как вместо того, чтобы говорить, интересно, чтобы было бы что-нибудь написано. Нету здесь таких. Жалко. А это интересно делать тему чисто ютовскую для влогов, да? Для видеоблогов, представляющих Юта. А эту для, не только для Атланты, но вообще для Юга Соединенных Штатов подходит, да? Ван Халлен. 2004 год турне. Salt Lake City, кто помнит, был в 2004 год. Сэмми Хэйрам. Ау. Вот это дело интересное. Deep Purple. Моя любимая группа. Значит, это август 2002 года. Maverick Center, West Valley, Юта. Это часть Salt Lake City. Открывал за него Ронни Джеймс Дио. Перед Deep Purple вышел Ронни Джеймс Дио. Имел, слава богу, возможность посмотреть его, пока он был жив. И Deep Purple был следующий. После чего была группа, которая известная. Но, честно сказать, после того, как я послушал Deep Purple, я вышел. Но на эту группу тоже я ходил пять раз. Просто это был пятый раз, и мне не хотелось больше смотреть его. Это Scorpions. Scorpions, как бы ни пройдет время, всегда где-то на турне. Соединенных Штатов. Так что всегда можно посмотреть, как говорится. Но хорошее дело тишерты оставляют такие классные воспоминания.